Друзья, всем привет! Меня зовут Евгий Ансердюк, вы на моем канале. Уже больше года не выходила рубрика «Татуированный гость» и сегодня это свершилось. В гостях Сергей Орлов. Будет ненормативная лексика, поэтому убирайте детей от экранов, а лучше одевайте наушники. Смотрите. Также, если понравится вам эта рубрика и выпуск с Сергеем Орловым, вы можете писать свои вопросы под этим видео. И у нас скоро сеанс очередной. Я задам эти вопросы Сереге, он на них поотвечает. Поэтому смотрим, комментируем, ставим лайки, делимся с друзьями. Всем приятного просмотра! О чем, Женек, спрашивай? Расскажу все, как есть за жизнь. Жизнь. Вот, значит, находился говномастером. Теперь ты исправляешь. Я уже и не надеялся, что ее можно будет закрыть как-то. У нас же было два варианта. Если космос не получится, будем делать блэк. Ну, блэк такая кардинальная мера, радикальная. Ты делал блэк? Да. Какое? Полностью руку вкатывал. Ну, предплечье получается. Ну, я, короче, его не понимаю, ты знаешь. Есть прям фанаты блэка, которые делают его прям мальчийскую кожу. Да, да, знаю. Я этого, ну, не всекаю я этой фишки, блядь. Не знаю. У меня этот урок, он должен быть картинка, ебаный. Как ты не крутил? Не, ну, есть красивый блэк, знаешь, когда он не полностью черный, а когда он такими кусками, знаешь. С такими этографическими элементами. Да, 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 да. Конечно, да. Ну, есть любители, наверное, я думаю. Есть же Вова, вот, Эл-Тату, который полностью себя покрасил. Качок такой? Да, только голова. А, это он сам мастер? Да, да, ну, вот ему жена красит. Такой, он прям весь в черную? Да. Уля, ну, здоровый такой. Это зачем такое? Это я не знаю. У него же вроде были до этого нормальные затухи, нет? Слушай, ну, он, короче, такой, как я понял, он эпатажный чувак. И дело в том, что когда еще... Тут такой Гриша Маслов, татуировочек, он и есть. У него такой очень своеобразный стиль, энербизм он называет. Как это? Энербизм, энермизм. И что это такое? Короче, это какие-то такие... Это что-то абстрактное. Вот, непонятно. Я тебе покажу, но это очень странно, татухи. Вот, его у него еще на тот момент Владимир сделал у него на голове птицу розовую такую. То есть, у него там на щеки заходило там на голову. Вот. Ну, а Гриша, чтобы ты понимал, он, короче... Его, короче, фотку вешали на конвенции, а он типа к степкам особо опасный. Ну, ему надо быть должным. Он создал портал, короче, у кухнированных людей. Ну, вот, я бы, ну, у Волы были, я так понимаю, короче, паркоки, которые ему нравится, и он сделал. Это Блэк. Но мне этого не помняли. Нихуя. А ты никогда не думал свои косяки в... Блэть, один, ну, это один раз я думал руку Блэк закатать, потом такой, ну, нахрен, бля, тут как-то можно как-то космос, тут вот это доделаю. Вверх я вывожу, сейчас эту руку тоже вверх вывожу, все можно, все как бы исправимо, поэтому Блэк я решил не делать. Слушай, а много вот чуваков вообще приезжают заниматься стендапом, например, блядь. Из регионов? Бросают все, да? Да, много. Сейчас стало много вообще, с прошлого, с прошлого года прям много в Москву, в Москву переехало много людей из регионов. Прям очень много. И вот они ходят, короче, по открытым микрофонам, да? Да, да. Мне удалось залететь в последний вагон. Я когда приехал в Москву, еще не так жестко было, еще комиков не так много было. Сейчас переезжать в Москву очень тяжело. А сам, ну, то есть, ну, не то чтобы переезжать, а сейчас переехать и начать зарабатывать на стендапе сейчас очень тяжело, потому что сейчас прям конкуренция очень большая в Москве, комиков очень много. И прям, чтобы, типа, начать прям зарабатывать, я не знаю, ну, это надо прям вообще, ну, приехать и сразу начать зарабатывать тяжело. Это надо быть в обойме жесткой. Ну, и должен быть какой-то капитал, наверное. Ну, да, да. Ну, так это у меня тоже был капитал. Я когда переехал, я с собой взял что-то 300-400 тысяч, чтобы сидеть на жопе и выступать, потому что я не знал вообще, когда я смогу начать зарабатывать на стендапе какие-то деньги. Слушай, а ты ходил навещать Нюхрон, ну, как вообще ты туда попал? Мне позвонил мой друг Гарик и сказал, что вот Ваня хочет меня видеть у них в передаче и, типа, приглашают меня выступить у них какого-то числа. Я, конечно же, согласился и с радостью приехал. И вот выступил, и по факту я там провел, ну, часа, может, 3-4. Приехал, что-то там мы сходили куда-то там, покурили, поели, блядь, и все, съемка. И все, и на следующий день показали. И, ну, что дало, если ты спрашиваешь, что это дало, то, ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что Ургант немного чего дал, потому что я там был по счету третий, кажется, комик. Первый был Чапарян, потом Идрак, потом, кажется, я. Или еще кто-то был, я вот уже не вспомню. Либо третий, либо четвертый я был. И, ну, тогда большой интерес к этому приковывался, потому что, ну, типа Урганта, ну, комики только начали появляться, и для всех это было, типа, круто, потому что, ну, это вечернее шоу, а в Америке комики на вечернем шоу, это, ну... Ну, показать, я говорю. Да, 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 да. И то, что у нас получается, типа, сделать не хуже, чем у них, это круто, ну, то есть, хуже, не хуже, это уже решает зрителю, но то, что получается сделать так, а Вечерний Ургант, это очень хорошая передача, очень качественная и крутая. Ну, да. Поэтому я был очень рад, что меня туда пригласили. А где ты познакомился с Юрцом из Заточки? Из Заточки? Юру из Заточки. Я тоже, кстати, как ни странно, встретил на дне рождения у Гаррика. Гарик всех знает просто, Гарик такой общительный человек, Гарик Аганисян. И познакомился я с ним, у него день рождения, и он такой, что-то я вот из Заточки, я тогда еще не знал, что такое Заточка, и мы там пообщались, я домой приехал и включил Заточку. Мне так понравилось. Я ему написал, говорю, Юра, придешь ко мне на подкаст? Он такой, да, с удовольствием. Вот так мы зазнакомились с ним, заобщались. Вообще прикольные они. Я вот недавно у них был на концерте, у них был концерт 16 тонн. Недавно был у них на концерте. Вообще интересная у них публика. У них публика такая 30 плюс. Да, да, да. Вот. И они прям все хором там поют песни, там, типа, знаешь, там у них вот эта песня на стрелу, и там смотришь, прикольно, когда полный зал такой, сына прокурора надо знать в лицо. Прикольно. Да. Мне нравится песня «Папа бьет ман». «Папа бьет маму» охуенная песня. Петь блюз. Не так уж много развлечений, батя по карману, батя бьет утку, батя бьет маму. А, Юрец тоже весь изрисованный тоже. Да, надо будет, хочешь я как-нибудь. Я, по-моему, говорил даже про тебя. Но у него там тоже места живого уже нету, по-моему. Не знаю, что у него там, грудь есть, нету. Юрец же еще, это фитнес-тренер, кстати. Так, и здоровый тип. Слушай, ну вот в группе Брута, там же, ну знаешь, да? В группе Брута. Да, это бывший Ляпи Струбинской. И вот там вокалист Петя Аист, один из вокалистов. Он тоже работает тренером в Одессе. Вот и недавно, короче. Кстати, ребята, кто в Одессе, я бы всем рекомендовал сходить к Петю на тренировку, потому что он делает крутые тренировки такие. На берегу моря стоит, короче, барабанная установка. Он не пашет на барабанах, люди занимаются. Все это под музыку на берегу моря, вообще утро, ты шок, кайф. Я бы с удовольствием вообще. Хоть я такой спортсмен, но я бы позанявался. Блин, звучит очень, звучит очень круто, как минимум. И он, короче, ну видишь, он работает тренером, когда каникулы группы. Типа в следующем году новый альбом, новые концерты, тур. А в свободное время там, например, Бразилу, парикмахер, барбер. Все занимаются чем-то, короче. Ну а Михалок продолжает, там, Ляпец-98, Дрезден, блять, вот все эти проекты. Ну прикольно, конечно. Я не думал, что вот группы может быть, знаешь. Да, да, но я, насколько я понимаю, просто это потому, что группа Брута, конечно, не так ярко звучит, как Ляпец-Трубецкой. Не в смысле музыки, а в смысле популярности. Потому что Ляпец-Трубецкой стадионы там собирает, а Брута, типа, ну, человек 300, да, там от силы соберет. Нет, я тебе скажу, что, короче, они охуевшие стадионы собирали вообще в Украине. Брута именно. Да, и в Европе, и у них был охеренный концерт в Лондоне, прям пиздец. Вот, они выступали там, блядь, в каком-то клубе легендарном, где, короче, выступали все, блядь, мегазвезды. И, короче, солдалка. Ну, видишь, просто, что как раз на фоне вот этих всех событий, что Брута не так популярны в России. Да, да. Всех слушают, но они так много, да, это происходит. А ты с кем общаешься из Брута? С Петя Аистом, общаюсь недавно, и Антон, директор группы. Ну, вот этот мерч ты сделал с ними же? Да, я сначала с Петей, я поговорил, он говорит, напиши Антону, я написал Антону. И Антон говорит, да, даю добро вообще без проблем, типа, мы не против делать, круто, короче. Ну, типа, это прикольно, спасибо нам за поддержку и все такое. Вот, и с Петей потом общались. Бразил там сейчас он борется с англойцом. С чем? Онкологией? А, нихуя себе. А что у него? Да, с мозга мозга. Ой, блядь, какой ужас. Блядь, я так боюсь всего этого, если честно. Это мой один из моих больших страхов, конечно. Я так боюсь. Блядь, это такая жесть. Вообще в Москве два профессиональных стендап-клуба. О, уже три. А по-моему, даже сейчас четвертый открывается, стендап-клуб. То есть есть стендап-клуб номер один, стендап-стор, стендап-патрики. И сейчас еще Руслан Мухтаров есть такой тип. Он еще открывает свое место. Открыл уже вроде как, но пока не в тесте в каком-то. Слушай, а ты не говорил с Томасом? Говорил. По поводу чего? Томаса я знаю, а что с ним? Вот, Томас, он, короче, он мне написал, я же ездил, они же сняли культурный код. Что за павел шоу? Люди. На level.com подкаст. Да, и что ты запутался? Я думал, что ты, короче, ему сказал за меня. Но я там про татуировки рассказывал. А, да? Да, я ездил на съемку. Так, может быть, я не забыл сказать. А может, ты я сказал или нет? Или он где сказал, где он тебя нашел? Я не знаю. Я что-то, блядь, за это не спросил. Приехал, как раз там был, Лука, Микадзе. Вот, потом, кто еще? Блядь, кто там был? А до меня там идищик тоже что-то рассказывал. Был этот, Сева. Вот. Ну, про Питера сказали. А, Сега Завтра, да? Да, да, да. Вот. Вот. Короче, короткая передача, культурный код называется. Я не знаю, можно с половителя, нет? А ты про что рассказал? Про тутухи? Да. Ну, какие-то ключевые слова. И там. Вот. Ну, я думаю, будет интересно. Я вот сейчас он написал, что типа проект был заморожен. Из-за пандемии. Хо-па-хо. Сейчас будут размораживаться. Скоро все будет. Ну, приходит. Спасибо, Сега. Ну, я не помню. Может быть, он, кстати, спрашивал. Я просто не помню. Что ты там рассказал? Ну, про татуировки у меня там какие-то слова. Ну, там, например, бледный, знаешь, там, говорит. Ну, когда там человек теряет сознание на сердце. Этого бояться не надо. Приводим чувство. Все нормально. Такое случается. Очень бледно. Это вообще... Вот такая ситуация вообще с кем? У людей, которые проводят с давлением, да? Нет, это вполне нет. Человек очень волнуется, и он отъезжает. А что волноваться? Что больно будет? Ну, типа ты от уколов, короче. Нормально вообще? От уколов я не очень. А на татухе мне что-то поебать. А у меня вот на уколы тоже я себя не очень чувствую, пиздец. И вот, короче, здесь у людей волнение, но похоже на уколы, как и позже. Вот, и отъезжают. У меня прям одна девочка упала в омарок и напердела. Так жестко. Что? Что? Маленько. И таким ядовитым, блядь. Я тебе уже не захватывал. Она в безсознанке мышцы расслабились просто, да? Да, да. И короче, как на валуалом, блядь. Громко прям. Ну да, так нормально. Блядь. Вы ей не сказали об этом? Никто ей ничего не сказал, я промолчал. И даже если кто-то из моих клиентов смотрит, кто падал в омарок, вы никогда не поймете, кто это сделал. Я не совсем урок. Я могу рассказать, но не скажу, кто это сделал. Ну, вообще падали в омарок, и у меня было и после сеанса. Чувак подходит в зеркало, смотрит просто. Заебись, и в капель головой. Хуя. Ты самый такой, один из самых жестких. А так вообще нормально, быстро привожу, чувствую, все в порядке с человеком. Да люди в основном, когда первый раз, знаешь, там делают, может, отъехать. И когда, блядь, регулярно ходят, такие, как ты, там уже, если ты первый раз не упал, то уже все. А я не так уж, чтобы регулярно, но хожу, да. Ну, мне вот, реально, я вот медицинских каких-то вот этих штук боюсь, блядь, всех. Мне прям от них не комфортно. А с татухами мне что-то поебать вообще. Да. Вот, понимаешь, может, ты еще, короче, имеешь представление, как это происходит, что я там не лажу по венам, не ковыряю. Ну, да, да. То есть, человек, когда приходит первый раз, он не знает, он думает, что я сейчас, как начну ему пахать по венам, по жилам, знаешь, кости царапать, и все такое. Блядь, я начинаю, короче, ну, бледного ловить. Бледного? Был такой чувак два раза, отъезжал меня, причем подряд, на спине ему делал, я, блядь, только прикасаюсь, он, блядь, потух. Я у вас раздуприл кофе, напоил, там, шоколадку дал, блядь, опять начинал, блядь, второй раз, я говорю, слушай, блядь, друг, мы, наверное, сегодня, короче, не будем делать. Он, так, так, все, я собрался, взял на шатырь и всю дорогу, короче, влюхал, блядь, на шатырь. Да? Посидел с пизыречком, да, ну, типа, так его нахват. Блядь, он же воняет на шатырь, пиздец. Да. В Германии тоже у меня упал, клиент нормально, прям, блядь, так шваркнулся. Тоже после уже или во время? Во время, ну, вот такой, блядь, ну, немножко в ландыже, знаешь, что, жена привела его. Угу, бить ее имя. Пошли, Толик, набьешь Катю. Браслетик какой-то ордаментальный делали, и он начал отъезжать, и он, блядь, я унистовала видеть, он падает, и администратор видела, она подбегает, блядь, я на его по полу, давай, я там возить, у них там, как бы не так. Я привожу чувство, вертикальное положение человека, чтобы он не начал плотные фиолетового рефлекса, на шатырь, ну, как-то по чуть-чуть, ну, то есть, нормально, знаешь, цивили, они бросают человека на пол, ноги задирают, чтобы приток крови, короче, все эти дела, блядь. И она его, давай, по полу возить, короче, я стою вахуй, ну, типа, что происходит, блядь, не привык. Вот, ну, раступлили тоже, быстро, нормально. Блядь, интересно. Ты, кстати, давай я у тебя теперь спрошу, ты в Германии прожил 4 месяца на пандемии. Да. Во-первых, первое, что хочется узнать, вот я тоже разговаривал с твоей женой. Ну, мы с тобой потом подкаст запишем, ну, давай, потом еще, да? Ну, можно сейчас, да. А это ты что пишешь? А это я себе на канал. Ну, так и понятно. Ну, это, это, ну, это я у тебя, это просто, вот, мне интересно, просто жена твоя сказала, что, типа, ну, да, что-то вообще поебать. Просто я вообще, а ты сам, вот вы как вот вообще в плане отношений, что вот 4 месяца вы до друга не видите, секса нету, ну, вообще вся эта история. Вы как вообще? Блядь, тяжело. Тяжело? Ну, просто она такая, мне вообще поебать была, она говорит, я на даче сидела, мне вообще. Я, как бы, такой человек, я не изменяю, знаешь. Я, ну, блядь. Ну, терпишь, что-то перезаряжаешь, ходишь, знаешь. А это, дети же еще, скучаешь же. Ну, это да, ну, конечно. Ну, блин, хочется, знаешь, там, приеду, я очень хотел приехать. Я бы, в принципе, мог там и остаться, если бы, ну, понимаешь, я себя не скучал. Вот, я скучал, киздец. Ну, конечно. Благо, что есть сейчас видеосвязь. Понимаешь, а так это было. И главное, самое главное, что вот непонятно, да, было, когда, вообще все это, когда месяц, первый месяц, вообще, ну, по-короче, мы просто не знаем, ну, я, я не сильно переживал, когда летали самолет, ну, то есть, и когда я понял, ну, мы с аэропорта, когда нас не пустили в самолет, и самолет последний улетает, короче, мы какие-то, ну, все, ну, что ждать, вот, блядь, от нас, нихуя не зависит, мы ждем, саня, там, блядь, ну, сами кипиша, вал, блядь, ну, надо ждать, и все. И там, первый месяц было все закрыто, да, и, ну, блядь, и неизвестно было, когда откроется, то потом уже, когда там, Сарбюхи не открылась, мы поехали туда, ну, Саня уехал чуть раньше, я уехал через неделю. Куда? Ну, другой город, регион, где открылось все, и там уже, как бы, ну, ты уже хоть что-то там делаешь, знаешь, хоть какой-то движ есть, а там я просто дома сидела, выходил, ходил в парк, короче, уточек там, блядь, посмотри, знаешь, такое, писал какие-то видосы, пилил, рисовал, больше не, ну, это в Самбрюхене. Нет, это Мерси было. Мерси, это вообще маленький очень город, то есть, Сарбюхи он большой. Далеко до Берлина? Короче, от Мерса, ночь мы ехали, часов их, наверное, шесть. На машине? Да. Не, на поезде. А вот тут? Вот тут? Вот тут тоже будет что-то. Да, я снимаю. Ну, давай поговорим про стендап в штатах. О, это подкаст? Ну, типа, да, Катуирована Гурцкая. Ну, давай поговорим. Эй, подписчики, Женя Сердюк, всем привет. Это я, пупсик. Сережка. Пупсик Сережка. Так, что, что такое, что там со стендапом в штатах? штатам штандап штатах сформировалась некоторые ты говоришь просто ходить выступать клубы так бабки дальше не развиваться у них же один хуй есть шанс выдать что-то такое что их заметит шанс очень маленький а у кого у русских или вообще не у тех кто там живет до шанс есть конечно шанс есть у всех то есть глупо говорить что у кого-то нету шансов шанс всегда есть у всех зависимости от того как ты работаешь плюс еще в америке очень важен network это когда ты не мало того что ты выступаешь так ты еще ходишь со всеми дружишь со всеми общаешься со всеми там на хорошей волне потому что там есть такие места и клубы где чтобы ну тебя позвали выступать надо чтобы тебя кто-то порекомендовал а чтобы кто-то порекомендовал надо с кем-то подружиться ну и короче такая история но это не везде так но такое тоже присутствует а допустим про русских в америке если тебе интересно то вот таир по этому поводу хорошо сказал что чтобы там что-то что-то такое делать надо надо быть в контексте то есть мало то есть надо там жить 10-15 лет понимаешь да короче работа короче ты же понимаешь что когда ты работаешь с андап комиков в америке ты работаешь там с языком то есть ты работаешь с словом с литературой и так далее а когда даже если ты идеально учишь их язык и на идеальном их языке разговариваешь ты все равно вне контекста их языковой культуры понимаешь то есть ты можешь выучить язык но погрузить себя контекст будет тяжелее поэтому надо это все должно в тебя впитаться со временем нельзя этому быстро добиться поэтому туда надо если там чего-то добиваться то туда надо прям лететь и жить очень долго заниматься чем-то слушай вот у меня по поводу штатов но вдруг уехал туда мастером нет а кем даже не знают кем сейчас там работает в общем он уехал они уехали в work and travel и 1 нормально то есть ему документы сделали второму ним по второй не мог сделать документы хотя он там устроился на социальную работу он кормил бездомных бутерброда не знаешь это и как раз он типа устроился не прям что он такой и альтруисты буду помогать знаешь но из-за того что там первая причина то что подтянуть английский язык потому что ты работаешь серии обслуживания ты все время общаешься вот и он долго не мог короче и очень тяжело на работу устроиться если тебя ну короче нет языка нормально даже не берут там все обслуживание раздавал виду страха да например этот хороший ресторан официантом уже не мог не у тебя работа другая у тебя работа не с языком переводить и рассказал что я не знаю как в америке но я так понял что в германии 100 стату индустрии что-то происходит совсем иное нежели в россии да у них там тоже там культура но у них это целая культура не за там с 20-х годов у них они забиваются моряки особенно в голландии там есть студии которым уже она 50 но вы говорили что мне очень много хороших мастеров да потому что там как бы многим нет смысла развиваться не начинаю зарабатывать деньги на этом пионах этих элементарных да как урок и недостаточно клиентов много таких мастеров которые тебя даже не знаете мастера ну тату татуировщики просто забивают на развитие рубят бабки не все хорошо я знаю среднечковых мастеров из германии немцев но не все хорошо в жизни они вообще не парятся абсолютно интересно то есть уходит дело это выходит традик легкий элементарный из каталога знаешь что вот везем наш сеты такие захочешь студию флэш сетами вся стены все стены у зелены и там процент даже есть подходит человек тыкнул до пальца класска для все очень быстро фастфуд понимаешь понял но только у них фастфуд другой у нас превращают эту уроку фастфуд вот этими тату школами и банами своими а там это фастфуд потому что у них как бы сформировалась уже это культура а там какой фастфуд чем отличается от нас я имею виду именно рисунками какие там чаще всего прибыла то есть я заметил что в россии out school я заметил что в россии преобладает именно вот волк на какой-нибудь самурай лев тигр обязательно часы песочные часы старинные компас компас на черепа естественно ну понятно дело цветы и надписи у них там тоже у них сейчас волна пошла особенно ребята там турки в основе не знаю почему турки любят вот такие около короче люди которые не понимают что такой чекан они говорят что это чекана который зашла вроде черно-белая там любят часы я короче но я уже рассказывал не было три дня подряд и делал часы розы часы розы вот эта история короче и приходит клиент на консультацию то есть он подходит к админу админ меня подзывает говорит вот человек хочет часы розы я говорю я не буду делать ну типа дружище выбирай что-то другое потому что у вас уже полгорода ходят с этими часами розы и он постоял помялся и и такой или может дальше то другое повелся давай хотя бы писать и не поделаешь то есть хоть какие вы часы его сделать вот но например в плане маленьких татуировок так делают old school то есть очень любят традиционные татуировки вот так там тоже флешсет висит вот они любят такие татуировки потому что для них это культура там например вот я работал одно время рядом с голландией город там портовый город на и 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 вот оттуда приезжал как дедушка я мол духу делал вот морские как маленький 20 ему нравится этот стиль то есть у него старый тату хитом 70 80 делались то есть но вот у них такая культура научили развита это прикольно ну в голландии вообще там джеймс купон голландию привез татуировку с полинзийских островов также фрик цирки вот эти да все начиналось именно с голландии портовые какие-то города и прикольно у них там конечно в этом плане мне нравится что там устоялась культура там нет этих тату школ то есть они есть но они не знаю я не встречал может там отдельные какие-то мастер-классы года татуировщик я доберу себе учеников да и он это мучится вот так у нас там делают хотя в италии есть эту академию но какая самая пиздатая школа есть вообще в мире хоть одна ни одной есть даже миланская какая-то эту школа я тоже на конвенции в италии пересекался с чуваком с вами ворон если смотришь привет вот он миланская какой-то школе академии учиться я не знаю что за академия так ну сильно у него не расспрашивал он не сказал ну как я не кажется что там просто большой упор делают на художественную составляющую не берут туда у кого попал смотрят здесь и человек рисует хотя бы тогда будет например как у нас да вот школа была сильно известная закрылась там бардак короче расскажет облюбили куда-то с кучей в это брали все домохозяйки все же говорю что там сидит человек дать листает на стул и там как всплывает торги хочешь зарабатывать от стопились месяц приноси нам там сотку до за обучением этих двухнедельный курс делаем короче все учат заряжать машинку для переводить трансфер типа отправляют этих домохозяек домой они начинают колоть пилон очень криво потому что но я уже говорил что за две недели невозможно научить человека с нуля до чтобы он кого 15 лет уже занимаюсь и каждый день для течусь и учусь а там понимаешь за две недели если все так просто было так я поработал в администратором это иван еще компьютерной сети блядь насобирал бы денег пришел моего и стал бы для меня не работает но они все равно понимаешь они там вот эта школа не обосрались конкретно данном сейчас для это не переименовались и вроде запускают опять объявили себя банкротами но один хрен короче они будут свою линию что вот они такие классные я не знаю мне кажется и со стендапом видишь тоже сейчас мы стояли курили не это полная хуйня это все полная хуйня никто тебя не научит то есть если кто тебя может научить чему-то это только ты сам потому что вот как ты вот идешь и выступаешь но те могут рассказать как там какие вещи но это ты можешь какие-то вещи базовые тебе могут нам рассказать но все это в общем доступе есть я считаю джуди картер начал читать но в целом это достаточно ну то есть для того чтобы понять какие-то вещи то есть можно люди картер почитать вполне зависит от татуировки зависит все от человека понял склад ума есть типы которым реально показали знаешь начинают там хавать эту инфу он выдает нормально а есть такие типы как я знаешь что вот мне часто пишут люди которые типа говорят я хочу выступить или либо боюсь выступить это подскажи помоги но по факту эти люди просят типа какой-то супер чит-код типа я вот хочу выступить боюсь скажи как не бояться а давай я тебе сейчас скину материал ты шуток посмотришь если чем может что подскажет да ну короче люди не спрашивают совета типа что совет один всегда вот то есть если вы спрашиваете у комика как ему начать выступать он вам всегда одно и то же скажет он скажет иди выступай это все что он может сказать ты вот идешь выступаешь и все на этом на этом весь совет закончится ну короче еще прикол такой недавно прижал чувачок я делал татуировку он нужно турошек такой не чок слушает я короче на типа думаю может у вас там в каворте более прошаренные какие-то секреты есть может и не расскажешь люблять на какие секрет же мы ходим студию каждый день для отсидит матюкаемся друг на друга и работа никаких секретов не просто ну когда есть на какие-то свободные бабки мы ездим на мастер-классы либо же там бесплатно это начинаем карифа лица с более опытными татуировщиками приезжаешь в гости начинаешь кому-то как с васи не стоит ли статуировщик позицию мы там встретили его помогли там доехали в отель короче поселили он откуда на машине просто пизде помогли ему там кушетку привез на конвенцию все начали общаться на это приезжать покажу тебе на работу и по любому что интересно базар а он прям суперопытный у меня там мастер-класс 70 тысяч даст нихуя сирир ехал короче посмотрел просто бесплатно просто по знакомству сейчас он приезжает на нормальных алифа не будет сейчас москве завтра должны вечером поехать погулять все время должен получиться кажется это слушай комики когда собираются на фестивалях разговаривают про стендап о чем говорят тату мастера вот про татухи не всегда ну короче вот была одна конвенция которая не конвенция проходила прошлом году сентябре под питером мы там не работали как мы там учились у нас лекции обучались вы свободное время мы говорили о всем чем хочешь но тот уроках очень потому что на работе хватает начинали кто-то рассказывает о знаешь историй загиб спот короче какие-то приколы но на европу так то есть кто как съездил к учебу это весь такой отчет делают на конференциях эту конференцию ну гнать на этих конвенциях что делать мастер-класс понятно а потом чё конь группа играет и себе пьет вообще на конвенциях стандартных конвенциях привычных это боксы стоят с коробочки кабинки каждой кабинке там работает татуировщик приходит он модель приводит собой да кто-то приезжает просто например если там какой-то именитый мастер да и у него есть желающие сделать татуировку например в россии до москвы он объем из италии то есть он делает платно в основном со своими моделями приезжают чуваки то есть они работают в конце там дня рабочего номинации то есть идут номинации это например black and грей там у цветная татуировка портрет радик это все все выступают и после этого там какой-то концертном в ходе как бы идет концерт то есть но мне нравится такие конвенции в том что а кто играет обычно на концерте мне больше всего нравится потому что там выступают украинские знаменитые круто выступал здесь москве кстати такие там какие-то тяжелые до чуваки выступают кстати выступали чуваки баловаящие то есть это какие-то русский народ этого прикола наверное это любое больше для гостей за границей ну тут было прикольно поставили рампу трамплин и чуваки на мотоциклах на бмксах выдавали вот это прикольно такая часть была очень вот ими понравилась конвенция она была на арт-заводе поедем связано по форму на себя на фуфорты большие знаешь такая вот сделали там конвенцию там куча всего то есть зону отдыха то например для чуваки брейк танцуют там из лука стреляют вот эти были черти ряжены с мячами дерутся вот интересно таки много всяких развлекала для людей просто пришедших с детьми и даже погулять значит выходные то у нас конвенции делать более таки для такой уж хотелось бы конечно чтобы люди тоже начинали обращать внимание на татуировку относиться немножко не так сейчас а сейчас как относится сейчас уже на самом деле меняется осознание там дырки оставил до под этим что короче раньше беду татуировки когда будто байкер блять бородой в вонючем подвале покурил либо вот эти депсы блять как в пирсинге знаешь да страшно глаза залито рогатые блин вот это я хотел кстати спросить тебя на ты договорив там спрошу вот ну короче вот такие типы они были как я не знаю даже не знаю татуировщиков то сейчас ходит прям жесткой персе какой-то с рогами себя всех это отдельная когорта там есть пирсеры да блин но они я мне кажется они стату культурой ничего общего у них нет а ты мне расскажи лучше про вот это заливание глаз это что за история вообще такая а там короче предмет вводят под пленку вот под да которая находится как роговица так вот нет роговица это блять вот сам короче вот это яблоко я понял эту историю я где я про хочу спросить ну с какой процент ста остается слепыми в итоге процентов 10 10 все-таки слеп но 10 наверно сейчас из-за того что он может мало опытных кто делает это правильно а вообще ну блять случаях уже дохуя остается без глаз я лишь причем вытекают понимаешь там даже яблоко не сохраняется некоторых случаях то есть начинается там такие блять процесс ее это ну я например блять вот я реально если не нахуй не понимаю каким нужно быть дураком лишь засунуть все у вас ладно дураком который другом может быть любым а мастер который за это берет конечно я например никогда не взял ни за какие бабки были даже если я прошу какие-то мастер-классы и шарил блять в офтальмологии давай но это пиздец вот уж блять лезешь это пизда не брать страшного прикинет ты лишил человека зрения ебать это но одной из самых дорогих блять вещей что у него есть пусть не там блять вкуса лишится да да не для меня вкус и лишится это пизда вообще ты чё если я не жру я не живу ну блять это пиздец страшно страшно вот есть например как бомбер шоу да блин на ю тубе он же там делает татуировки ты понял за кого не толстый чувак у него там урага набиты по моему на лбу такой ну такой стремный чувак ну там любят ноги смотрят миллионы подписчиков были на налоги я хуя знаю мне например не нравится то что он себя позиционирует татуировщик понимаешь предоставляет там блять инфу такую своих видосах что он делает эту ровную татуировщик то есть например пиздец и которые смотрят они колятся всякую хуйня он там типа видоса колол чуваку хуй с крыльями на всю спину контурный такой и то есть пиздюки которые смотрят его и повторяют эту хуйню потом рассказывать родителям что вот для действий такой бомбер они смотрят думать для сета татуировщик потому что мы что нормально извините подписчики сейчас такая когда с пашей разговаривали сейчас вот типа рэперы блять и нет вот что-то начали сейчас нас ровнять к этой хуйне говорят что типа вот сейчас впиской брала интервью и что типа стендап это новый рэп говорят да ну так говорят непонятно только почему но видимо потому что как будто хайп какой-то идет не знаю короче непонятно немного эта история но стендап да он сейчас короче знаешь почему стендап точно лучше чем но ну рэп наверное да короче я думаю стендап не то чтобы лучше лучше это неплохо грубо вырезался наверно да чтобы лучше а скорее всего более практичен и долговечен чем рэп допустим в своем вообще проявлении вот по какой причине вот почему я думаю потому что смотри ну ты вот идешь в бар вечером и там стендап как развлекуха ты навряд ли пойдешь бар если будешь знать что там выступают какие-то рэперы но если тебе скажут там будет выступать стендап будут вы какие-то комики ты можешь никого не знать такой ну пойду посмотрю вдруг прикольные но ты не пойдешь на рэперов если скажут типа да там рэперы и ты такой ну вдруг прикольный ты такой да нахуй она мне надо то есть типа заинтересовать зрителя новому не знакомому комику короче который никому не известен ему заинтересовать зрителей гораздо проще чем рэперу потому что музыка другая субстанция человек слышит незнакомую музыку и в очень редком случае он такой блин кажется прикольно да в основном если он сидит в баре он такой блять я чуть за песни вообще хуй узнает а вот шутки он такой да ну типа это смешно это я себе знаю это я себя узнаю допустим поэтому поэтому в этом плане конечно стендап выигрышный с другой стороны в стендапе гораздо тяжелее стать популярным сейчас сильно популярным и зарабатывать такие же гигантские бабки на там пусть как тот же моргенштерн который стал популярный и там не буду вдаваться в оценочные суждения типа какая-то музыка плохая хорошая но к тому что типа он на своих этих клипах песнях делает ну просто гигантские же деньги ну типа большие деньги и но со стендапом короче немного другая история в этом плане но с другой стороны еще и рэп-индустрия музыкальная индустрия какая-никакая в россии есть а индустрия стендапа пока только вот зарождается ну вот тнт пыталась видишь какую-то тнт тнт как и хорошо так и медвежью услугу сделать для стендапа во первых что они сделали хорошо тнт сделали хорошо тем что они популяризовали популяризовали стендап в россии что теперь каждый человек в мире надо ему объяснять каждому даже самому отбитому долбоебу в россии да да не надо объяснять такой стендап за это спасибо наверное в основном тнт потому что благодаря тнт люди стали знать что это такое а этому господи а плохо они сделали тем что люди какой-то момент подумали что стендап это не жанр это передача то есть ты приходишь и говоришь я комик эти какие-то стендапе на тнт участвовал ты был на тнт такой нет они такие ну все значит они комик вот так они думали первое время сейчас уже с популярностью интернета уже на гораздо лучше все короче я приехал шестнадцатом году по моему москву зимой зимой шестнадцатого года и короче я знал что такой жанр есть я смотрел этого джорджа карлина смотрел доктор дули там эдди мерфи цена нельзя говорить ну ладно смотрел эдди мерфи вот джордж карлин я смотрел вот эти два стандарта я как бы я может и не знал что такой жанр да 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 летом стендап там эдди мерфи когда приехал сюда я увидел баннер и короче слава комиссаренко кардина был белый это куплячу за стендаршу за стендаршу выступают то белого то я знал да да я не знал потом я посмотрел и потом уже как бы мы сходили кафе куда-то но потом это начали снова с пашей видишь и познакомиться уже начали узнавать и потом я жену ник и понял что у меня стендап это огромный жанр а где вы с пашей познакомились с этой ось в один слово паша себе зверей каких-то бьет да да я с ним недавно встречался в баре он говорит надо к женьку тоже съели что-то он хочет сделать ваша терпит хуёво да вы обезболивались а где на груди обезболивали на плечах а что там терпеть и на плечах больше он терпит на груди наверно пизда а как он на груди вытерпел там огромное вангаре тоже одище было такое что несколько сеансов даже не несколько говоришь и дохуя сеансы а сейчас ты че делаешь здесь какую-то туманности надо приводить ее более светлый сюда ниже слушай но в регионах вот и есть да с концертами собираются зала собираются в зависимости от региона зависит какой зал знаешь как говорит как несколько несколько короче смотри есть такая фраза который я получил из третьих уст короче мне ее сказал вова бухаров ему сказал эту фразу крафт а крафт эту фразу сказал филипп киркоров фраза звучит вот таким образом если ты приехал в очень незнакомый маленький город и ты там популярный значит и ты там собрал зал значит и звезда значит ты настоящая звезда если ты приехал условно в печору или в ухту и там собрал зал значит ты звезда потому что я ездил и в печору и в ухту и там может быть человек 30-40 знали кто я такой это я может даже лишь к взял остальные это просто люди которые пришли и было да и было конечно тяжело и в регионах но допустим но зависит но есть такие регионы где прям одно удовольствие выступать типа казань екатеринбург ты приезжаешь там большие залы собираются под 300 по 400 человек ну для меня это большой зал типа вне в москве где ну как где еще новосибирск новосибирск вообще ван лап новосибирск омск вообще сибирь я вообще сибирь вообще очень люблю в сибири люди такие прям хорошие активные громкие вообще добрые люди в сибири живут я самая тяжелая публика тяжело встречают и тяжело провожают блять но это все зависит короче от людей которые пришли на концерт но я тебе могу сказать что где мне было тяжело то точно блин еще все зависит от мероприятия знаешь бывает приедешь знаешь еще вот так бывает еще разные факторы не сложились ты бывает приезжаешь город на тебя вот у меня было так в иркутске я приехал и там собрался полный зал людей и там был бар не очень удобный и поэтому вот люди сидят и там как-то все со скрипом идет как бы там вроде смеются но не так как я планировал и вот они вроде сидят и такие серега да мы хотим но что-то вот как будто бы блять настроение вот ну как-то факт да 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 ну вот знаешь бывает такое что вот не сошлось блять не сошлось и все а тяжелее всего я вот сейчас думаю где же мне было тяжелее всего слушай я вот даже не вспомню наверное где было прям плохо плохо то есть было не очень допустим да но когда чтобы прям плохо плохо не было такого ни разу пока что чтобы я прям в ноль прям знаешь то есть мне кажется самая тяжелая публика все-таки в москве потому что и ну в регионах люди еще не совсем прикормлены то есть регионах то что в регион то есть то что в москве заходит в хихи в регионе может разорвать щепки просто поэтому вот так вот но я даже не знаю но вот эти скалы в любимые города где вас там москве тоже люблю выступать москва москва питья да вообще вот здорово хоп хэд стендап клуб вообще обалденный с двумя залами будешь там обязательно сходи его открыл лёха смирнов лёха смирнов большой вообще молодец он несмотря на то что он сам со стендапом не выступает он ну для стендап для стендап культуры в питере сделал вообще очень много вот этим штука вот этим жестом потому что он вложился и самое главное что он подошел с пониманием дела и он открыл клуб в россии с двумя залами с пиздатыми двумя залами где параллельно могут идти два мероприятия блять но это вообще бомба то есть то есть начался на клубе номер один тоже открылся нижний зал но этот этот нижний зал он это бывшая кальяна его сейчас переделывают под стендап типа зал это все равно не то а лёха построил прям сделал ремонт во втором зале и прям сделал прям ну пиздатую стендап площадку и хоп хэд это наверное сейчас не хочу казаться голословным и никого обижать и своих коллег но хоп хэд в питере наверное вот именно по тому как там все устроено это лучший стендап клуб в россии видишь например возможность из-за того что смирняга он понимает что нужна кульные купаем да и он делает например ну стандап по номер один там же хозяин и стендап нет там немного другая система нет там короче люди которые занимаются стандап клубы номер один они комики оба но они занимаются то есть там там немного разделения труда получается что есть инвесторы которые влаживаются и зарабатывают там с бара и ресторана. По-моему, так было, по крайней мере, до пандемии. Сейчас вроде что-то меняется, и сейчас пацаны взяли под себя еще и бар-ресторан. Теперь они полные владельцы стендап-клуба. А до этого у них было разделение. Одни занимаются творчеством и комиками, и зарабатывают с билетов. Второй зарабатывает на кухне и баре. Теперь этот ушел, тип. И вроде сейчас как... И вроде как сейчас, типа, не занимаются всем. Ну, просто стендап-клуб номер один — это первый клуб в России. Понимаешь, самый первый. Он открылся в тринадцатом, что ли, году или двенадцатом. И тогда еще вообще это было, блядь, ну, это, знаешь, это как первое казино, как первый стриптиз-клуб, как первые какие-то такие вещи, знаешь. Ну, и это было вообще что-то невероятно неизведанное, непонятное, модное и интересное. Слушай, кстати, блядь, вот я смотрел шоу истории и стендапы снимаются в одно помещение, только тут снимают, стендап снимают с этой стороны сцена, а с этой шоу истории, где вот стеллажи, да? Да, да, да. Смотрю, что-то знакомое. Это вещь уникальная такая, не уникальная, такое интересное решение, что в целом всего лишь выставляешь сцену в другую сторону и кажется, что другое помещение. То есть, да. А из этого можно будет сделать, да? Тоже какой-то... Да, будет затмение типа такого. Да и бог. Ну, тут надо признать, что Женек взялся за то, за работу, за которой вообще никто не брался. Не то, что мало, вообще никто не брался. Потому что перекрывать тут... Короче, там была такая история, что у меня был Партак, я перекрыл его еще одним Партаком и сейчас Женек закрывает Партак Партака, получается. Ну, мы спасем твою руку и она останется. Ну, и уже очень красиво получается, надо признать. Гораздо вообще лучше и приятнее, чем было вообще в миллионы раз. Ты же сказал, что хочешь, когда руку поднимаешь, чтобы тебя не тошнило. Да, да, у меня, да, да, все правильно. Вот у меня так и было. Я вот какой Партак был, что я поднимал руку и действительно тошнило, бесило, блядь. Я вообще, я из-за этого пару, ну, прям некоторые видосы монтировал со стендапом. Это же правая рука, я же ее поднимаю, вот так с микрофоном. Я крупные планы монтирую, я такой, блядь, все в пизду, я выступаю только в кофтах, блядь, потому что, ну, я прям не могу, меня раздражает. Слушай, такой вопрос по поводу выступаю. Короче, вот я был на концерте в Доме кино. Так. Во сколько обошлась аренда и организация всего этого концерта? Это, конечно, наверное, вопрос лучше задать моему концертному директору, она больше в этом разбирается, но, по-моему, Дом кино не сильно дорогой был. Он нам вышел что-то типа там в 100 или в 150 тысяч, по-моему, как-то так, да. А организация там, ну, дальше уже, конечно, подороже, то есть, там надо было, то есть, вот это видел, вот видел штору, с которой я выступал, черная сзади, это мы привезли эту штору, потому что у них была какая-то советская штора вся в соплях, мы ее хотели снять, нам сказали, вообще ее не вздумайте трогать, ей уже миллион лет, она рухнет нахуй вся. В здании Ленин выступал со своими там какими-то... Да там все выступали, я даже не знаю, какая-то старинное какое-то здание, и я, ну, я попросил, ну, раздвинуть как-то штору, они говорят, ее нельзя трогать, мы в итоге приглашали людей, которые делали специальный карниз рядом с этой хуйней, вешали там штору, вот это вот, если ты смотри, если вы посмотрите концерт, мой... Ссылочка будет написана. Там вот эта пушка, которая, типа, свет, это тоже мы привозили, звук, микрофон, там камеры, все вот эти все вещи, короче, все, короче, мы довозили еще, то есть, это отдельные деньги. Изначально, короче, мы пригласили чуваков, у меня просто тогда, то есть, если бы я это заранее знал, сейчас бы я, наверное, вложился, и, наверное, в этот раз с этим концертом я как-то по-другому поступлю, в новом, но когда я пригласил людей, которые занимаются оформлением, они посмотрели, такие, давайте мы сделаем тебе эту сцену такую красивую, чтобы съемочную, и чтобы там, ну, то есть, монтаж сцены целый, то есть, понимаешь, то есть, они привозят специальные леса на него там туда-сюда, вот, эти, ну, специальные вот эти сценические леса, на него вешают там задник, ну, короче, делают прям пиздатую сцену, что, ну, то есть, в кадре бы смотрелось так, как будто вообще, и это все стоило там вообще 400, там, тысяч рублей, и у меня таких денег не было, конечно, потому что мне сказали об этом неделе за две до мероприятия, ну, и, короче, мы решили обойтись бюджетным способом, решили взять ту штору, так она тоже весит, по-моему, килограмм шестьдесят, эта штора, и она тоже не дешевая, между прочим. Один материал, мне кажется, там, в копейку войдет. Да, так это не то, что материал, то есть, нельзя взять, ты же понимаешь, нельзя взять любой материал, то есть, это должна быть профессионально, то есть, короче, вот, должна быть кулиса прям, то есть, а что, типа, там, штора и кулиса, это вообще, то есть, кулиса вообще по-другому шьется, у нее другой крой, другой материал, другая плотность, она по-другому выглядит, настоящая кулиса, вот, если это кулиса. Туга, там уже была, должна быть красивая трапировка, если обычную тряпку повесить, то, естественно, да, 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 все верно. Так, сейчас перекусчик. Так, видео подошло к концу, спасибо за просмотр, скоро новые видосы на канале, ждите, уважайте, трапировку, пока. Продолжение следует...